О том, что самолет разбился, родные и близкие узнали, когда прибыли встречать рейс из Москвы. В скорбном списке десятки жизней и одна судьба. Стюардесса Анастасия Славинская, байкер Леша Змей, юная певица Ульяна, экстрасенс Илья Ставский, летевший в Орск от праздного день рождения, опытный пилот Валерий Губанов, молодая мама Оксана Красова, ее дочка была самой маленькой пассажиркой Ан-148. Лица трагедии. В репортаже Натальи Бондуриной. Они ждали объявления о посадке, вместо этого на стене вывесили список погибших. Друзья и родственники не сдерживали слез. Кристине Момзиковой было всего 23, она очень любила путешествовать жизнерадостно, своей энергией заражала окружающих, старалась делать как можно больше снимков из разных уголков мира. В тот роковой день она зашла на свою страничку в соцсети буквально за час до вылета. Больше в онлайн Кристины не будет. Илья Ставский торопился из Москвы в свой родной Орск. Он очень хотел отпраздновать день рождения с друзьями и родственниками. Ему исполнилось бы 33, если бы он не сел на борт этого самолета. По трагическому стечению обстоятельств его земляк Максим Назаров тоже все-таки полетел, хотя не должен был. Из командировки дома его ждали на день раньше. Он вчера должен был прилететь, вчера он опоздал на рейс на свой. На 10 минут он опоздал всего и не улетел. Леша Змей в 90-х наводил ужас на окружающих и своим внешним видом, и лихим нравом. Но друзья-то знали, что мягче и добрее человека не найти. О том, что он занимается благотворительностью, тоже мало кто знал. А Леша переводил на счет детдомов большие суммы. Друзья говорили, не хотел он лететь в тот день. Все слова твои на деле, оказались лишь словами, превратились в пепель. Эту песню Ульяна записала накануне своей гибели. Начинающую певицу хвалили профессионалы. Прочь ли ей большое будущее? Вот, пожалуйста, на 1, 2, 3, 4, 5. Илье Полетаеву было 17. Говорят, нет такой фотографии, где бы он не улыбался. Вот и на этом снимке в черной рамке, которую выставили в зале школы. Который учился мальчик, он выглядит счастливым. В Москве он участвовал в общероссийской олимпиаде. Школьник мечтал стать юристом. Сегодня все занятия у 11 класса отменены. Ребята пошли поддержать близких Ильи. Сначала такой незаметный был, мы даже, как не видно его было. Потом вот раскрылся и такой жизнерадостный, внимательный, такой обходительный. Вот как-то, какая-то как внутренне интеллигентность. В нем такой спокойный, вроде по воздуху. 111-классник, какие-то такие шустрые. Ну вот он очень такой был, вот интеллигентно, внимательный. Евгений Коротков нечасто мог навещать маму и сестру. Очень много работал. Вся жизнь его как будто состояла из постоянных командировок. Но на этот Новый год он все-таки выбрался к родным. Как будто чувствовал, что эта встреча будет последней. Дочка в интернете прочитала список, фамилии. Наш, не наш. Как же не наш, когда он летел в Ворск? Этот рейс стал последним и для двух семей. Москвичка Оксана Красова летела в Ворск вместе с пятилетней дочерью. Девочка была самой маленькой пассажиркой на борту. Отец и сын Нормантовича никогда не переступят порог родного дома. Для Александра и Владимира этот полет стал последним. Как не уговаривали в семье Виктории Коваль, не выбирай эту профессию, она опасная. Девушка все равно стала стюардессой. Она буквально бредила небом, а проработала всего год. Нет, я буду летать, все. Я буду стюардессой. Вот. И вот она, конечно, добилась своего. Мы отговаривали, отговаривали. Нет, я хочу летать. Они ушли на взлете. В взлете своих жизней. В небе они провели всего несколько минут. Но навсегда там остались. Сразу 71 семья сиротела. Теперь их близким надо как-то научиться жить без них. Наталья Бондурина, Светлана Кузьмина и Владимир Тихонов. Известия специально для Пятого канала.